Всё, благодарю, ребята, что в этот ранний час рабочего дня вы пришли послушать про молоко. Так, значит, я прямо буду по наиболее актуальным вопросам, которые у нас скопились в разных социальных сетях. И прямо вот захотелось действительно вот это всё проговорить, потому что сколько уже 7 лет эта тема стоит очень актуально. Это для меня была самая больная тема – молоко, даже больнее, чем мясо. Поэтому мне есть, что сказать, мне есть, чем поделиться. У меня много своих личных наблюдений и наблюдений моих клиентов, моих подопечных. Поэтому, конечно, в одном посте, где ограничение в 2000 знаков, конечно, многого не скажешь. Давайте сегодня прям конкретно обсудим эту тему, чтобы она была у нас так глобально отражена в записи. И чтобы мы уже к ней потом, может быть, вернулись ещё не скоро. И чтобы на эту запись можно было отсылать тех людей, которые ещё пока плавают в этой теме. Поэтому, если у вас по ходу какие-то вопросы будут возникать, вы пишите их сразу. Я пока пойду по тем вопросам, которые у меня в списке, но и немножко мои собственные истории. А вы пишите прям по ходу моего рассказа, если что-то непонятно, какие-то возражения. Давайте всё пишите. Значит, вы здесь пишите, вы телеграмм прям опускаете экран минусом на низ, пишите в чате канала свой вопрос, снова поднимаете экран наверх, смотрите, слушаете, участвуете в этой беседе. Вот. Давайте начнём с самого начала, что молоко – это продукт, на котором, в принципе, взращиваются все обычные люди. То есть вот я, моё поколение – это люди, взращенные на коровьем молоке. Вот банально, когда мама заканчивает кормить ребёнка, а даже, может быть, ещё и не заканчивает, а уже начинает какой-то прикорм, вот я имею в виду в моём детстве, когда это было у меня, нас начинали кормить коровьем молоком без альтернативы. Когда росла я, как рассказывает мама, у нас не было каких-то смесей, естественно, да. Что там было? Разведённое молочко, какие-то манные кашки на молочке и кефирчики. Вот это вот всё было. Поэтому неудивительно, совершенно неудивительно, что мы любовь к молоку и привязанность к молоку проносим через всю нашу жизнь. Потому что мы на нём взрослые, потому что мы, находясь в грудном возрасте, да, мы уже начинаем его к себе принимать и адаптировать. И вот здесь важный момент. Организм человека – это штука очень-очень сильная в плане адаптации. Тело человека может быть адаптировано вообще к любой обстановке, к любой ситуации, к любой еде. Если надо, значит, партия сказала надо, комсомол ответил есть. Мы, тело может в любой ситуации приспосабливаться, лишь бы выжить. Лишь бы выжить, понимаете. Само происхождение человеческого организма заточено на то, что оно должно выживать любой ценой в любых условиях. Оно не должно погибнуть. А чтобы оно не погибло, тело, да, человека, оно должно приспособиться к еде. Оно должно её принять, расщепить, научиться извлекать из неё пользу и научиться выводить какие-то ненужные, да, отходы с этого продукта в унитаз. Ну, грубо говоря, да, в банальное отверстие, скала. Всё, точка. Вот это должен сделать и организм. И он по умолчанию именно это и делает. И если мы, предположим, гипотезу такую сделаем, что мы все с вами абсолютно здоровые люди, на 100% здоровые люди со здоровой пищеварительной системой, ну, прям вот, да, прям всё супер у нас улетает, то молоко для нас не представляет вообще никакой сложности, как продукт питания. Взяли, выпили, расщепили, вывели, получили пользу, всё, живём дальше. Но что мы имеем по факту? По факту мы имеем, что сейчас люди тотально больны. Я вообще не встречаю, вот сейчас, в настоящее время, я вообще не встречаю здоровых людей. Либо это нездоровье, прям вот видимое, оно сквозит. Оно читается в лице, в фигуре, в состоянии человека. Либо это какая-то скрытая проблема, но о которой человек тоже не может молчать. С кем не начинаешь говорить, обязательно разговоры сводятся к болезням, и ни у кого нет абсолютно здорового состояния. И мне, если честно, в такой ситуации просто даже уже неудобно, прямо уже неловко разговаривать с людьми, потому что мне не на что пожаловаться. Ёлки-палки, мне не на что пожаловаться. Я думаю, что, ну, на сегодняшний день это уже кажется ненормальным, что человек ни на что не жалуется. Ну, не болит у меня ничего. Ну, нет у меня проблем. И я считаю, что это то состояние, которое, в принципе, должно быть у человека. Даже если ему 60, даже если ему 70. Это нормально, что человек не должен иметь никаких заболеваний в любом возрасте. И что умереть он должен просто от старости, от того, что у него изношен ресурс, что у него тик-тик, да, его время вышло, и что он должен уступить это место на земле, чтобы пришли какие-то новые люди. Что он просто ложится в свою постель и тихо заканчивает эту жизнь и уходит в мир иной, без боли, без страданий, просто закрывает глазки и засыпает. Вот в моем идеальном воображении это так. Это я уже отвлеклась от молока. Но по факту мы видим, что мы все больные. Вот современные люди все сплошь больные, в той или иной степени. И поэтому именно по этой причине, что мы все больные и немножко коцанные жизнью, мы должны тщательно выбирать, какие все-таки продукты нам считать приемлемыми для себя в том или ином возрасте, в том или ином состоянии, а какие категорически неприемлемые. И вот теперь возвращаемся к молоку. Когда люди спрашивают, можно ли пить молоко, можно или нельзя, никогда нельзя дать однозначного ответа, можно этому человеку пить молоко или нельзя, просто потому, что никогда не знаешь его ситуацию, да, прямо на... зашибись, что вот ты знаешь весь его анамнез, всю его историю болезни, начиная с самого детства, ты ему вообще залез в кишки, все там, да, просканировал, и ты знаешь точно ответ. Никогда ты этого не знаешь. Поэтому, когда человек спрашивает, задает такой вопрос, я, честно, не знаю, что отвечать. Сказать можно, ну, большой вопрос, да, сказать нельзя тоже большой вопрос. И вообще я не имею права давать никому категорических советов, можно и нельзя. А вообще вот просто возьмите себе на заметку, что вы вообще не должны ни у кого спрашивать, что вам можно есть, а что нельзя. Хорошее, да, пожелание. Вообще никто не имеет права вам сказать, что вы можете, что вы имеете право кушать, да, что вам может, что нельзя. Лучше всех об этом знает ваш собственный организм. Вот ваше собственное нутро, ваш живот, ваша интуиция, ваш даже не разум, даже не разум, а интуиция, именно голос живота, именно вот желание, да, хочу-не хочу, тошнит-не тошнит, бежит слюна, не бежит слюна. Вот именно это. Поймите, что здесь вот надо строить своё отношение к продуктам, отвлекаюсь опять от молока, но не могу просто вот, да, отношение к продукту надо строить из позиции надо, не надо мне это, или не надо мне это, а из позиции смогу ли я это переварить, смогу ли я это усвоить, как это отобразится, этот продукт, на работе моей пищеварительной системы, и на работе моих выделительных систем, и в конечном итоге на моём самочувствии, и на том, как это повлияет на моё состояние, если у меня есть такое-такое-то заболевание. Вот об этом нужно думать, а не о том, сколько там белка, жира, а нужен ли этот белок, а нужен ли этот жир. Ваш организм прекрасно знает без вас, сколько ему чего нужно, и именно поэтому нужно слушать свой голос, свою интуицию, своих микробов, то есть своих бактерий, которые живут в ваших кишках, это они всегда диктуют. Если у вас живёт патогенная микрофлора, преимущественно, она всегда будет диктовать свои условия, и вам будет хотеться тортиков, каких-то там майонезиков, колбаски и прочих сложных вещей. А если у вас здоровая микрофлора, то, скорее всего, вам будет хотеться очень простой, какой-то понятной еды. Простого кефира, простого помидора, простого яйца, простой селёдки и так далее. Без всяких наворотов, без сложностей. Так вот, давайте всё-таки подберёмся к молоку. Значит, что такое молоко? С точки зрения, если разложить его, как бы, вывернуть его наизнанку, что это за продукт? И это продукт животного происхождения, который, конечно же, имеет право на существование, имеет полное право на существование в нашем рационе. То есть, да, молоко считается, это не яд, это не какой-то химический, искусственно созданный продукт, это молоко, это то, что дала корова, но при условии, если действительно дала корова, а не схимичили там, с какого-то пальмового масла, добавили каких-то там оббеливателей, не знаю, что там, искусственных ароматизаторов, сливочного вкуса и так далее. Мы говорим про коровье молоко, да, мы не говорим про какие-то химозные продукты, которые сейчас, собственно, могут иметь место вообще, как любая альтернатива, любой продукт можно сейчас заменить чем-то химозным, и мы иногда напарываемся на это. Мы говорим про натуральное молоко. Значит, это продукт животного происхождения, который имеет право на существование в нашем рационе. Он состоит из белка, из жира, белки, жиры, углеводы, все как положено. Белка в молоке явно больше, чем жира. Ну, если молоко жирное, значит, там будет достаточно много жира, большой процент жира, но тем не менее, белка там будет все равно больше. И это будет чистый белок, белок животного происхождения. У коровы белок называется казеин. Это особый вид белка, который с большим трудом может быть расщеплен в человеке организма. В организме человека, прошу прощения. Ну, вот так. Казеин – это сложный белок. И если этот сложный белок не расщепляется полностью в организме человека, то у нас внутри присутствует нерасщепленная молекула животного белка. На самом деле это нездоровая ситуация. это опасная ситуация, потому что нерасщепленного белка не должно быть в организме. То есть в человеческом организме должен быть только человеческий белок. Животный белок приходит сюда вынужденно как продукт питания, но если кишечник здоровый, то этот белок, даже если он нерасщеплен, он просто будет выведен организмом через естественное отверстие, прямую кишку, как ненужный элемент в человеческом организме. Он просто будет выведен. Нерасщепленный белок. Тот белок, который расщепился, молочный, который организм имел возможность расщепить, будет по назначению использован. Из него будут построены аминокислоты, строительный материал, взятые витамины необходимые, то есть этот белок пойдет на пользу. Мы его усвоим. Нерасщепленный белок будет выведен, как дали пинка под зад, убирайся вон, все, он будет выведен. Это при условии, что если кишечник здоровый, что если стенки его непроницаемы для нерасщепленных молекул белка, и тогда человек может спокойно пить молоко, но естественно без фанатизма, потому что, как мы понимаем, молоко продукт тяжелый для расщепления, если будем пить его литрами, то это будет большая нагрузка на пищеварительную систему. Вот это питье молоко литрами, я так считаю, послужило одной из причин того, что мой муж заработал себе бронхиальную астму. в свое время он какие-то далекие молодые годы он жил в деревне, заимел себе хозяйство, корову, которая давала очень много молока, из которого он делал сметану, творог, все там, сливки, часть продавал на рынке, потому что были такие годы труды, надо было как-то выживать, это еще мы вместе не жили, у него была своя жизнь тогда, другая, и вот это молоко он просто пил литрами вместо воды. Что делает молоко в организме, если поступает много вот этого белка и организм не может его расщепить? Он превращает его в слизь и эта слизь может проникать, вернее не может, а она это и делает, и она проникает через стенки кишечника вместе с кровью и разносится по всему организму. И где будет локализация этой слизи, там будет хронический воспалительный процесс, начнется какое-то хроническое заболевание. Если эта слизь локализуется в бронхах и легких, человек зарабатывает бронхит хронический, бронхиальную астму, все, что связано с нарушением дыхательной функции, одышка, кашель, частые пневмонии и так далее. Если эта слизь локализуется где-то на уровне головы, в порах костей черепа, человек имеет хронический насморк, синусит, ренит, танзелит, частые ангины, возможно, частый конъюнктивит, возможно, частый отит, возможно, головные боли, все в таком роде. А это как раз мой случай. Как раз все дела с насморком, с хроническим были у меня всегда длинною во всю мою жизнь. Начиная с детского, с детсадовского сопливого возраста и заканчивая 2016 годом до тех пор, пока я не начала свое первое в жизни очищение, я всегда была носителем огромного количества соплей. Сколько я себя помню, простите, я всегда ходила с большим носовым платком, полным вот этого самого, да, слизи. И это был круглый год, круглый год, с утра, весь день, круглый год, летом и зимой у меня всегда были сопли. И я думала, что это нормально. Я думала, что нормально ходить, сморкаться. И почему это было? Потому что мы жили на молоке. Потому что молоко было каждый день. Были молочные каши каждый день, молочные супы и прочее, прочее. Все было с молоком. Отчасти потому, что это была традиционно привычная еда, и мы ее любили. Отчасти это было потому, что больше жрать было просто нечего. 60-е, 70-е годы моего детства просто банально не было никакой еды в магазине. Мама посылала меня в магазин с бетончиком. Я покупала 3 литра молока почти каждый день, может быть, через день, маленький кусочек сливочного масла и буханку хлеба. И это все, что было в магазине. Кушать больше было нечего. Поэтому мы росли на молоке, потому что моя проблема хронического насморка была со мной всю мою сознательную жизнь. Вот, пожалуйста, одно из побочных явлений тяжести усвоения и расщепления молочного белка казеина. Это один вариант побочного эффекта. Второй вариант побочного эффекта это аллергия. Особенно у маленьких детей. Все эти диатезы и прочая сыпь. Почему аллергия? Потому что это реакция организма на отторжение от чужеродного белка. Что организм пытается вывести этот белок чужой и включает аллергическую реакцию. То есть вывод в виде слез, соплей либо вывод через кожу в виде самой токсичной слизи и которая проявляется сыпью и зудом. Вот это и есть аллергические реакции на нерасщепленный белок и на слизь, которая образуется в результате нерасщепления этого белка. Вот это самые типичные побочные явления употребления коровьего молока. И если бы это был только мой случай или случай с моим мужем, я могла бы сказать, что может быть это совпало, что мы перестали пить молоко и мы стали лучше себя чувствовать. Может быть это совпало, но это не совпало, потому что точно такие же явления, точно такие же эффекты отмечают теперь уже мои подписчики, мои подопечные, мои клиенты, мои участники, ученики курсов и так далее. Как только они убирают в большом количестве молоко и молочку из своего питания, как тут же у них проходит насморк, прекращается кашель, уходят гнойнички из кожи, уменьшаются становятся реже головные боли и так далее, и так далее, уходит аллергия. Это не случайность, это закономерность, поэтому мы тут не открываем Америку, это уже давно открыто и просто нужно читать открытые источники, изучать различную литературу по этой теме, по теме Казеина, и все становится понятно. Так, значит, сказала, да, по таким побочным явлениям, последствиям. Как только мы убрали из питания молоко вообще в принципе, и как только мы начали чистить организм, как только мы вообще стали менять кардинальное питание в соответствии с законами природы, делать его более естественным, то проблемы стали исчезать. На сегодняшний день моя проблема с насморком, она практически решена. У меня иногда еще бывают какие-то отсморки, но они уже настолько редкие, что даже трудно назвать это хроническим насморком. То есть это вообще другая история. Ну, история мужа это вообще отдельная, вы уже ее знаете, что мы просто вылечили бронхиальную астму, но здесь целый комплекс мер, изменение питания и очищение организма плюс терапия херными маслами. Но это уже отдельная тема, но факт остается фактом, что мы работаем с питанием, мы работаем с очищением организма, мы работаем с подручными природными средствами, не медикаментозными, и мы умеем избавляться от тяжелых хронических заболеваний, даже от таких тяжелых, как бронхиальная астма, которые медицина признают неизлечимыми. То есть на самом деле все намного проще, чем мы себе думаем, чем мы себе представляем, чем мы себе создаем вот эти шаблоны, клише в голове, вот эти приговоры, что вот у меня хронический бронхит, и вот я лечусь, и так далее. На самом деле просто изменить питание, просто изменить рацион, просто посмотреть по-другому на те продукты, которые вы едите, и выкинуть, а сколько там слизи остается, а где она у вас локализуется, а как ее оттуда вывести, и как сделать рацион таким, чтобы не накапливалась новая слизь, вот в чем вопрос, а не в том, какие таблетки еще попринимать, чтобы заглушить вот эти симптомы всяческих аллергий и насморков, а внутри будет по-прежнему продолжаться вот этот процесс, процесс загрязнения, и образования новой слизи, из молока в том числе. И теперь вот прям по вопросам. Тут спрашивают про козье молоко, козий сыр и так далее, не вредно ли, можно ли. К нашему большому счастью, в козьем молоке нет козеина. И вот это вот здорово, это хорошая новость. Я помню, что именно с помощью козьего молока я в свое время спасалась, ну, когда у меня рос мой сын старший, нужно было там чем-то его кормить, у него стала возникать реакция на крово молоко, естественно, и мы нашли вот козий, нашли бабульку, которой брали козье молоко, и на козьем молоке мы его вытащили, да, потому что нет козеина. То есть это очень хорошая новость, и если есть возможность находить действительно чистые продукты козьи, то это здорово. Но если будем так говорить про молоко и про молочные продукты, то это немножко разные вещи. Смотрите, молоко это прям вот животный белок в своем первозданном виде, в своем непосредственном живом виде, то есть, ну, грубо говоря, там выстраивать в себя часть животного. Ну, пусть это не мясо, пусть это молоко, но все равно это белок в своем первозданном виде. То есть это тяжеловато для расщепления, но когда мы говорим про кисло-молочные продукты, такие как кефир, там, простокваша, да, такие как йогурты всевозможные, натуральные, я имею в виду йогурты, сыр, творог, это уже продукты, которые прошли процесс ферментирования, сбраживания, или как там, можно сказать, сквашивания, закисления и так далее. То есть, это животный белок по-прежнему, но он прошел предварительную стадию переработки его бактериями вне вашего тела. То есть, он уже легче расщепляется, потому что вне вашего тела уже какие-то бактерии постарались, они его расщепили до такой формы, что ванн с ним справится, будет легче. Поэтому, когда мы говорим о выборе молочных продуктов, давайте будем лучше все-таки отдавать предпочтение не молоку, а каким-то его производным, если при условии, что вы без них не можете жить. Какой-то кефир, какая-то простоквашия, какой-то творожок, естественно, только все натуральное и лучше даже прям самим готовить. Вот взяли молоко, сквасили, из него откинули там творожок сделали, простоквашку сделали, йогурт приготовили и так далее. Тогда вы будете уверены, что это действительно натуральный продукт. Если же мы покупаем это в магазине, лично я, вот, например, вообще не уверена ни на один процент, что я буду есть что-то натуральное, купленное в магазине в молочном отделе. У меня нет такой уверенности, поэтому я никогда не беру там, я вообще молочное сейчас беру редко, но если я беру, то могу взять творог там иногда раз в месяц у фермера или участника или вот у нас здесь есть монастырь неподалеку и там мужской монастырь и монахи держат большое стадо и они готовят очень вкусное масло собственно взбивают, очень вкусную сметану, сливки, даже бюрты и готовят сыры разные вот и это действительно натуральное ты когда ешь этот продукт из натурального молока он очень сильно отличается от магазинного вообще это другой это совершенно другой продукт у него абсолютно какой-то такой живой такой натуральный вкус и ты понимаешь что ты правда ешь что-то настоящее вот поэтому да есть разница если же мы говорим про козье молоко то здесь то же самое даже если нет аллергии на него да и нет козеина то все равно лучше рассматривать вот эти ферментированные продукты почему потому что мы все время заботимся о том чтобы наше пищеварение было не обременительно потому что на сам процесс пищеварения организм тратит очень много усилий очень много затрачивает своей энергии вот и если нам жалко своей энергии если мы хотим пустить ее больше на процессы очищения или там на нашу физическую деятельность просто на жизнь то лучше сэкономить эту энергию на процессе пищеварения и дать себе пищу более легкую более доступную для расщепления нежели тяжелую вот я например всегда делаю такой выбор и постепенно организм начинает вот к этому привыкать что вы даете ему более легкую пищу и он вам отвечает благодарностью эта благодарность выражается в виде улучшения самочувствия просто начинаете себя лучше чувствовать вы видите что у вас уже по утрам не обложен язык что вам легче просыпается что от вас уже перестало плохо пахнуть что у вас стул перестал плохо пахнуть перестал рипнуть что вы много работаете и не устаете и что у вас нет там каких-то высыпаний которые раньше были и уменьшилась аллергия и голова стала реже болеть это все потому что вы облегчаете свое пищеварение убираете оттуда тяжелые белки убираете вот эту слизь которая которая не должна быть в принципе все это базируется исключительно на питании очищение да оно идет как дополнительный элемент нашей жизни как ускоритель процесса оздоровления но базируемся то мы все равно на питании питание это база мы же всю жизнь будем кушать мы же не будем всю жизнь очищаться очищаться и там заходить на какие-то курсы голодания или там прочего мы же питаться будем по большей части поэтому надо каждый день думать о том чтобы ваше питание было легким не обременительным не загрязняющим и тогда у вас все будет хорошо при таком раскладе у вас кишечник будет чистый у вас все будет усваиваться прекрасно даже из небольшого количества фруктов овощей кефира прекрасно будете получать все свои белки жиры и углеводы витамины минералы не будет никаких дефицитов волосы не будут выпадать ногти не будут ломаться у вас будет хороший метаболизм у вас не будет лишнего веса у вас не будет хронических заболеваний все опять возвращаемся просто на питание просто на изменение питания в более легкую в лучшую сторону вот так все просто на самом деле дальше иду по вопросам так мне 65 болячек хватает молоко не пью лет 5 но творог люблю пеку сырники несколько раз в год тыкли на пшеную кашу на молоке так ну вот смотрите да опять возвращаемся к творогу если творог люблю то давайте любить творог вот я лично за то чтобы любить творог здесь что такое я пеку сырники это значит я украшаю творог я украшаю его мукой я украшаю его возможно сахаром яйцами потому что там как сырники без яиц слепить кто-то украшает сырники там творог изюмом еще чем-то потом это поливает сверху сметаной сахаром медом возможно то есть мы в своем стремлении украшать еду перебираем с ее количеством и усложняем опять-таки расщепление продуктов если вы любите творог берите творог и ешьте творог я вам подскажу самый полезный вариант употребления творога это когда вы берете немного творога ну прямо вот не знаю там грамм сто вот так не больше режете мелко-мелко вашу любимую зелень чеснок кинзу руколу петрушку я не знаю мяту что угодно любая зелень которую вы любите туда в творог трете зубчик или больше чеснока туда в творог кидаете туда там сметану или йогурт пару ложек солите перемешивайте это и едите вот это как самостоятельную еду вот это очень вкусно все намазывать например на ломтик на ломтик на лист айсберга берете лист айсберга намазываете вот эту зеленую творожную массу с чесноком и едите это прекрасно вкусно и это супер как полезно это замечательно усваивается еще и потому что вы сопровождаете животный белок клетчаткой зеленью в зелени много клетчатки и вы не утяжеляете пищеварение а наоборот его облегчаете потому что вот эта клетчатка она помогает вот этой белковой массе творожной побыстрее проходить по тонкому кишечнику не залеживаться там не задерживаться а побыстрее проходить и облегчает пищеварение другими словами вот это вот самый лучший вариант а если вы там печете сырники то это значит вы просто себя добровольно ввергаете в поедание большего количества вы не съедите столько творога с зеленью сколько вы съедите в виде сырников я вас уверяю а вам много не надо вам не нужно гнаться за количеством съели 100 грамм вот выше крыши вам в неделю больше и не надо не нужно это есть каждый день вот это мой совет просто по жизни очень такой практический испытанный в своей жизни и я просто знаю что это будет лучше нежели вы будете усложнять все украшать и кушать в больших количествах по поводу тыквенной пшеной каши я вам скажу что она прекрасно вкусная без коровьего молока просто прекрасно просто варите пшено вместе с тыквой ну естественно порезанное там да как-то варите там до готовности в готовое блюдо добавляете ложку сливочного масла прям столовую можно с горкой и прекрасно это все кушается абсолютно вот прям замечательно но если хочется больше молочного вкуса я например советую вам брать либо ореховое молоко каком-то кокосовое или кедровое очень хорошо кунжутное молоко замечательно вот и разбавлять просто эту кашу теплым вот таким молоком можно даже чуть меда положить тогда это вообще будет очень красиво если это чуть-чуть куркумы при изготовлении этого блюда было использовано там щепоточка то это вообще и красиво такой желтый яркий цвет и полезно естественно потому что куркума это польза ощутимая и прекрасно можно обойтись без молока то есть просто упрощать дальше так ну про кисломолочное сказала а вот тут про кисломолочное спрашивают в какое время и с чем ну время это вообще как бы ну тут спрашивать вопрос задавать это ну странно ну как понять в какое время ну там в 10 утра или в 10 вечера понятно что в 10 вечера лучше не надо потому что последний прием пищи вообще лучше чтобы заканчивался где-то в там ну в идеале где-то часов в 16 там может быть в 17 но так в 18 на большом счету уже нужно прекращать вообще что-то класть в рот потому что потом уже ну это еще труднее расщепить и будет трудно спать тяжело вот поэтому ну в то время когда у вас есть прием пищи вообще допустим простокваш или кефир для меня это понятие самостоятельного приема пищи это не значит с чем-то ну как понять с чем ну почему мы все время спрашиваем с чем нам что-то есть не надо есть что-то с чем-то надо просто есть что-то захотели простоквашу садитесь и едите простоквашу и вот опять вопрос к тому да что мы все время хотим что-то сочетать для чего для того что мы украшаем просто нашу пищу мы стремимся украсить если мы ее не украсим мы ее съедим явно меньше если мы ее украсим мы съедим ее явно больше зачем нам есть больше если можно съесть меньше этот девиз должен быть по жизни есть нужно меньше тогда будет все гораздо проще жизнь будет проще сама если мы едим с чем-то простоквашу там с медом или с хлебом или с пряником или не знаю там с чем еще можно есть простоквашу или кефир но мы себе опять-таки вот да ублажение рецепторов делаем делаем себе вкусненько делаем себе так заманчиво и съедаем опять-таки этого больше поэтому ни с чем не сочетаем просто едим хотя на самом деле опять-таки если мы сочетаем это с зеленью это всегда будет беспроигрышный вариант вот почему окрошку которую я делаю летом я делаю именно вот таким образом с кефиром или с пистаквашей но в моей окрошке нету картошки там что там принято еще класть в окрошку мясо какое-то колбасу этого нет у меня в окрошке обычно несколько видов зелени там огурец редиска все лук и вот это залито простоквашей в таком варианте да это вот нормальное сочетание так вот тут спрашивают как правильно приготовить кунжутное молоко вот это очень хороший вопрос про кунжутное молоко потому что на самом деле кальций за которым все гонятся в молочной продукции вот он как раз содержится в кунжутном молоке ну в кунжуте я говорю про белый кунжут черный я не ела не знаю как делать из черного кунжута молоко это будет наверное молоко а что другое то есть молоко ассоциируется с белым а вот из кунжута белого получается очень хорошее молоко во первых оно вкусное кто говорит что молоко кунжутное горькое просто не умеет его делать на самом деле да кунжут слегка горчит но это горчинку ее можно нейтрализовать как во первых кунжут надо покупать ну как не лежалый не знаю как это назвать наверное просто вернее как его найти наверное просто нужно найти хорошего поставщика обязательно его промывать и просушивать после покупки и хранить в стеклянной банке где-то в темном месте чтобы он не прогоркал если кунжут хранить на свету то жир окисляется и кунжут может прогоркнуться и тогда он станет невыносимо горьким это значит что он уже не прибуден к питанию вот и перед каждым употреблением просто берем кунжут там сколько две ложки например столовые перемалываем на порцию да заливаем блендере небольшим количеством теплой водички кладем чуть меда обязательно потому что без меда кунжутное молоко не будет таким вкусным вот именно медом мы нейтрализуем горчинку взбиваем в блендере вот этот кунжут с водичкой с медом и дальше употребляем как молоко можно откинуть на сито чтобы получить чистое молоко без мякоти а можно не откидывать это вот кому как кому как нравится и вот это молоко оно содержит кальция ну вот если судить по тем источникам которым я доверяю печатным источникам то кальций содержится в 2000 раз больше вот как вам такая цифра не знаю я не буду это утверждать да насчет 2000 раз тут можно много чего написать но сам факт того что этот кальций будет лучше усваиваться что он находится в такой биодоступной форме чем чем из молока это точно и на мой взгляд это даже вкуснее чем коровье молоко кстати вот после того как я бросила пить молоко я вообще не могу больше пить именно потому что мне не нравится этот вкус то есть организм забыл что такое молоко и вообще вообще даже не могу взять в рот представляете насколько изменилось отношение продукт на котором ты рос с детства и без которого ты не мог жить и сейчас я просто не могу взять его в рот настолько мне это неприятно кунжутное молоко можно использовать просто как добавление к любым блюдам и в кашу и в кофе в чай я даже думаю что и детям запросто можно давать кунжутное молоко с самого маленького ну не с грудного возраста но когда уже они такие бегают допустим сварить кашку на воде и добавить в неё кунжутного молока ребёнку это понравится если ребёнок аллергичный у него есть проблемы с казеином то вот делать вот такое кунжутное молоко это просто прекрасно просто прекрасно для ребёнка вот так ну я не вижу тут вопрос вроде бы нет здесь тоже не вижу тогда буквально ещё пару слов и уже завершён эфир значит про сочетание вот этих всех а я не сказала ещё про масло и сметану про жиры животные молочные жиры вот хорошо что вспомнила здесь нужно делать различия животный животный жир и животный белок это вообще это разные продукты животное жир и животный белок это разные продукты именно потому что животный белок требует расщепления то есть это белок да его нужно расщеплять и он у него другая у него одна роль в нашем процессе пищеварения а жиры это продукт который в котором животного белка там по минимуму немного например возьмём масло да скажем 82% такое хорошее сливочное масло натуральное там 82% жира и вот небольшой остаточек только там сколько 18% там же приходится на белок но это уже ничтожное количество белка и оно уже не играет такой отягощающей роли в пищеварении а по большому счёту это всё жир у жира совершенно другая функция в организме он не утяжеляет пищеварение у него есть у него ряд функций таких которые животный белок просто вообще не может выполнить ну во-первых жир это то что работает на хорошее функционирование дыхательной системы каким образом вот наши альвеолы высланы особым веществом сурфактантом это вещество как смазка оно не позволяет нашим альвеолам слипаться то есть обеспечивает нам хорошее полноценное дыхание работа дыхательной системы вот если этот сурфактант в достаточном количестве хорошо вырабатывается организмом то мы хорошо дышим у нас мы не болеем да вот этими всякими дыхательными делами а сурфактант он как раз хорошо образуется если есть если в питании достаточно жиров если жиров мало в дефиците не хватает то могут быть проблемы с дыханием именно из-за бедного сурфактанта поэтому сейчас можно вспомнить когда мы в детстве заболевали кашлем да что-то там простыли что нам давали нам давали молоко в которое клали еще кусок масла с медом да и мы это пили потому что именно жиры способствуют вот хорошему дыханию даже даже выведению мокрови вот так что жир это дело хорошее потом еще функция жиров естественно это работа мозга вот для мозга очень важны жиры это работа еще и гормональная система тут тоже жиры задействованы это работа кожи то есть увлажнение кожи кожные покровы это все защитные функции кожи это опять-таки жиры жиры это усвоение жиростворимых витаминов вот что я еще не сказала про жиры жиры это смазка хорошая смазка для того чтобы пищевой комок в кишечнике не задерживался чтобы продвигался хорошо как раз этому способствуют жиры ну и конечно жиры это насыщение это такое хорошее глубокое удовлетворение после еды в результате которого мы ощущаем такое знаете прям как это называется такое ой так хорошо да так поел и так прям приземлился хорошо это вот дает как раз жиры вот я прям знаю случаи когда человек сознательно объединялся питанием жирами ну там по незнанию или по еще каким-то там пробелам в своих познаниях и прямо страдал то есть недостаток жиров даже может приводить к расстройству нервной системы вот даже до такой степени поэтому жиры это хорошо и если у вас всегда присутствует масло сливочное в рационе то пусть оно присутствует и дальше не надо его убирать кушайте его в свое удовольствие вот вопрос сколько но у меня уходит наверное в день две столовые ложки точно полные такие прям с горкой точно его можно добавлять в любое блюдо вареное куда угодно не знаю кто любит масло он даже так масло может есть просто взял в рот кусок масла и сосал и получил удовольствие сметана тоже опять же если мы говорим про натуральную сметану которая делается с натурального молока то это хороший продукт в нем правда уже будет конечно не столько жир сколько в сливочном масле сколько например самая максимальная сметана которую я видела была где-то 30 что ли процентов да ну может быть там 40 не знаю такая максимальная а так обычно 20 да 20 25 поэтому если уж берете где-то сметану то берите пожирнее потому что чем больше жира тем меньше там белка и соответственно чем больше жира то тем больше вы потребляете именно жира нежели белка в умеренном количестве сметаны тоже имеет место быть но из моего личного опыта могу сказать что поскольку я человек у которого с детства склонность да вот к этим вот ко всем делам таким катаральным так называемым насморк и прочее то я заметила что стоит мне немножко расслабиться и допустим поесть больше сыра то выделение износа усиливается как только я убираю сыр у меня и выделения прекращаются и язык очень чистый розовый вообще без налета это вот к вопросу о том кто очень сильно любит сыр я знаю что от него очень трудно отказаться тем кто его ест на постоянной основе и вот прям очень любит но тогда встает вопрос о том насколько вы больны да если у вас есть вот эти проблемы с головной болью или с насморком или танзелитом или дыхательной системой вообще в принципе или кожными покровами то лучше сыр свести вообще к минимуму ну и постараться его может быть даже забывать на какое-то время ну если у вас нет проблем то почему нет ведь сыр это просто концентрация молока так-то да если разобраться и знаете что еще заметила что когда ешь сыр много и ну как ну не много но часто допустим каждый день через день то на него все время тянет а если его на какое-то время убираешь вот сознательно да не покупаешь и он говоришь себе все я вот эту неделю там или две недели буду жить без сыра то он просто забывается ты начинаешь просто есть другую еду сыр забывается и тебя уже перестает на него тянуть здесь тоже есть объяснение потому что молоко вообще коровье ну любое молоко ну наверное мы сейчас про коровье говорим да в первую очередь оно содержит в себе опиаты опиаты это вещества которые ну сродни наркотическим да слово опиум ну в легкой форме опиат в легкой форме опиум которые как раз вызывают зависимость ну то есть считается что опиаты они присутствуют в молоке именно ради теленка чтобы теленок испытывал зависимость и тягу да к молоку чтобы он был все время возле сиськи матери в имени матери своей коровы да чтобы он выкармливался таким образом чтобы он побыстрее на ноги встал и там начал кушать травку самостоятельную корова его притягивает вот этими опиатами но есть версия то что человек тоже имеет склонность подсаживаться на эти опиаты поэтому любители сыра всегда говорят жить не могу без сыра вот просто тянет на сыр вот просто вот не представляю себе жизни без сыра это именно из-за опиатов из-за этой вот зависимости но любую зависимость можно преодолеть что наркотическую что алкогольную что табачную что опиатную что вообще просто пищевую зависимость любую можно преодолеть если знать как действовать ну и заключение моего вебинара могу сказать следующее поскольку мы с вами пришли к выводу что все строится все-таки на правильном рационе на правильном питании то у меня для вас сегодня очень интересное предложение значит у меня есть две два продукта две услуги которые находятся в платном доступе в перечне в моем каталоге первое это курс ешь как человек который как раз вот про питание и про рацион как его правильно выстраивать а вторая услуга это разбор рациона которую я делаю человеку индивидуально по его меню то есть он мне дает меню а я его разбираю указываю ошибки и составляю новое меню с учетом ошибок и с учетом заболеваний человека так вот сегодня я делаю вам уникальное приложение я вам одну услугу просто дарю вот эту услугу разбора рациона я просто дарю каждому сегодня кто купит мой курс ешь как человек и то курс продается сейчас со скидкой вообще он стоит 4200 но я его сегодня продаю за 3700 сегодня завтра и послезавтра 18-19-20 три дня ровно я отвела на эту акцию вы покупаете курс ешь как человек изучаете все его уроки там их не очень много по-моему 10 что ли изучаете уроки и у вас в голове выстраивается как вам как вам вообще дальше жить да с вашим питанием как питаться все эти законы как это все строится как это все строится в свою жизнь вы получаете в подарок еще мою книгу к этому курсу шашлык на десерт в которой я в таком сжатом виде объяснила что такое естественное питание и как на него перейти и плюс подарок вы получаете вот эту услугу разбор рациона которая на секундочку стоит 6000 рублей то есть представляете мой подарок стоит даже дороже чем сам курс это только три дня сегодня завтра и послезавтра будет действительно эта акция покупаете курс садитесь за изучение курса доступ вам бессрочно открываю читаете книгу изучаете книгу готовите свое меню по которому вы сейчас питаетесь готовите список заболеваний которые у вас сейчас есть и проблем и вопросов присылайте мне все одним файлом я делаю анализ разбор этого рациона обзор ваших заболеваний составляем полный перечень менюшки вашего вашего рациона с учетом ваших заболеваний с учетом коррекции чтобы это было питание не загрязняющее а все-таки очищающее и вы получаете этот шикарный подарок от меня вот просто просто так и начинаете по нему жить действовать и начинаете улучшать свое здоровье все на сегодня у меня все вдовонку если что-то там не поняли пришлете значит инстаграм ссылка на курс стоит в шапке профиля что непонятно спросите вам выставлю тоже на телеграм канале и что пока все до новых встреч благодарю вас что были сегодня на этом эфире что не знаю что все а что выставлю